всем доброго субботнего дня дайте мне, пожалуйста, пока что обратную связь как меня слышно и как меня видно все ли хорошо дайте, пожалуйста, огня немножечко сердечками либо своими комментариями всем доброго-доброго дня всем здравствуйте так вижу то, что мне отвечают это значит то, что меня слышно и видно супер тогда я буду потихонечку переключаться на презентацию так и отключу пока что комментарии, потому что будет презентация для того, чтобы всем было все в читабельном виде так, выключить комментарии, отлично супер только единственное, что девочки, мне, пожалуйста, нужна будет немножечко обратная связь если я буду что-то у вас спрашивать пожалуйста, давайте мне огня сердечками это значит то, что мы с вами вконтакте у меня сеть и все хорошо все прекрасно то, что мы с вами можем продолжать так тема сегодняшнего нашего эфира это блики в педикюре очень такая спорная интересная тема она интересна как мастерам-эстетистам так и каверзным подологам вот в том плане то, что здесь да, громкое шумное название потому что я думаю многие уже знают и многие пришли к тому то, что блики в педикюре это всегда опасно вот мы поговорим в этом эфире о том каким бывает блик безопасно ли это да в исполнении в той технике в которой я вас буду учить делать этот блик кому можно кому нельзя потому что есть очень четкие подразделения чем можно это делать это тоже очень важный пункт и я отниму у вас время где-то не более 60 минут итак и давайте сначала познакомимся с вами я представлюсь и расскажу кто же я такая потому что думаю то, что не все из вас знакомы со мной я являюсь экспертом по двум направлениям то есть я такой человек который работает на многозадачности то есть я занимаюсь обучением мастеров по маникюру и по педикюру как эстетикой даже до базовой подологии да то есть я совсем в подологию не углубляюсь но тем не менее считаю то что каждый эстетист должен разбираться в каких-то базовых знаниях подологии для чего для того чтобы знать с чем ему не работать да я стараюсь активно делиться на своей странице которая называется Евсен Дьева вот поэтому можете заглядывать туда там у меня очень много полезных информаций как по маникюру так и по педикюру непосредственно в этой индустрии я уже около 6 лет официально и 12 так скажем в любительском формате я обучила уже свыше 6000 учеников на живых курсах и онлайн более того ученики мы располагаются со всех стран мира вот то есть очень большая география также имею опыт работы в двух ведущих школах по России и естественно участвую в всяких мастер-классах в нейл тематике имею опыт выступления перед большой аудиторией вот и соответственно также считаю нужным сказать о том то что у меня есть опыт большой не просто мастером а владелицей своей студии красоты в центре Москвы вот но я оставила это дело оставила как свой опыт для того чтобы делиться в дальнейшем своим опытом своими знаниями уже в качестве преподавателя ну и также я являюсь создателем мастер-класса как избавиться от пропилов и склеек под кутикулой думаю то что это насущная проблема практически для каждого мастера как в маникюре и педикюре этот вебинар будет закрывать проблемы мастеров по всем направлениям вот и именно на этот мастер-класс я буду разыгрывать одно бесплатное место поэтому свою теорию я начну нестандартно я начну ее с задания задания от меня их будет всего три они очень простые первое это отметить меня в своих сториз и постах да то есть тут на выбор можно и то и другое выбирать со скрином данного эфира поэтому по мере эфира пожалуйста делайте какие-то скрины вот для того чтобы вы могли их выставить отмечайте меня для того чтобы я видела да потому что если вы просто выложите скрин естественно я не вижу отмечаем страничку Евсен Ева я это увижу у себя в сообщениях и рандомно выберу победителя который получит бесплатно доступ к мастер-классу уже в конце этого месяца а именно 25 марта далее расскажи о том как мой эфир был полезен для тебя в сториз и я пришлю полностью презентацию данного эфира она очень довольно-таки содержательная тезисная короткая но все четко и по делу так как я люблю и также в целом отмечайте меня на своих отработках после данного прямого эфира для того чтобы я могла вам указать на какие-то ошибки и в дальнейшем их исправить и добиться того результата который мы сейчас с вами увидим а именно это тот результат который вы можете получить одновременно имея и блик и тонкие торцы покрытия непосредственно тонкое покрытие потому что зачастую мы с вами должны понимать то что блик это избыточное количество материала да вспомните как мы работаем в маникюре влияние вот такую картину мы с вами будем иметь при том… при всем мы с вами будем иметь блики и начнем с того что же такое блик это непосредственно отражение круглого абажура лампы либо же это может быть кольцевая лампа может быть лампа лупас самое главное это круглый абажур Потому что поверхность ногтя, грубо говоря, представляет из себя линзу, то есть это линзообразная поверхность. Поэтому именно круглая лампа будет давать именно тот блик, за которым гонятся практически все мастера и статисты, которые сигнализируют о правильной архитектуре. А в архитектуре мы с вами поговорим далее. Вот, непосредственно блик будет отражаться только на глянцевой поверхности, поэтому мы сейчас с вами будем говорить, естественно, о глянцевых топах. Но опять же об этом далее. Вот, и именно круглый абажур нам сигнализирует о именно том блике. Но это не значит то, что если вы у себя имеете прямую лампу какую-то для освещения, вы не можете увидеть блика. Вы увидите отражение этой лампы, но оно будет не в форме овала, если мы говорим про идеальный блик, который вы видите сейчас на схеме, а в виде немножечко слегка изогнутой линии. Это тоже, так скажем, отдельное искусство, ведь архитектуру не имея под рукой кольцевой лампы. Мы об этом далее тоже с вами поговорим. Итак, и давайте начнем с того, почему же нам нельзя делать такое же выравнивание в педикюре, так же, как и мы выполняем его в маникюре. Первый пункт, мы говорим, да, про самые важные аспекты, это кислотность и объем базы. Второе, это физические особенности, и в данном случае это отличие от особенностей физических именно рук. Далее о каждом из пунктов мы поговорим с вами более подробно. Естественно, последствия. Тут я специально поставила многоточие для того, чтобы вы понимали, что последствий очень-очень много, и в этом слайде не все не поместятся. Ну и, конечно же, я не могу не включить тот пункт, что это неудобство выполнения. Не все к нам ходят клиенты-гимнастки, и не каждый сможет перевернуть ногу в обратное положение, да, для того, чтобы вывернуть ее плоскостью ногтя вниз. И, соответственно, не каждый мастер может полностью выполнить выравнивание без переворота. Вот, поэтому, конечно же, это неудобство выполнения, и этот пункт мы оставим уже здесь и сейчас, больше к нему возвращаться не будем. О предыдущих трех пунктах мы поговорим с вами более подробно. Итак, кислотность чем опасна? Что такое кислотность, да? У нас есть такое понятие, как паш-баланс. Паш-баланс есть практически у всего. У земли, у кожи, у косметики. Это не значит то, что паш-баланс, да, то есть это кислотно-щелочная среда, это не значит то, что там только кислоты, а там только щелочи. Нет, соединение нескольких компонентов может давать среду, которая будет по паш-шкале либо кислотной, либо щелочной. Вот, поэтому зачастую, вспомните, пожалуйста, элементарно, сухая ногтевая пластина, да, на ней покрытие держится лучше, да, то есть если мы говорим не про влажную, да, то есть все то, что не влажную, мы сейчас не говорим про пересушенную ногтевую пластину, да, то есть на ней любое покрытие держится лучше, более носибельно. Даже если мы сейчас укунемся непосредственно в маникюр, мне очень нравится связывать вот эти вот два направления в нейл-индустрии, потому что на самом деле есть очень много общего, есть очень много различий. Так вот, продолжаем. На таких ногтях у нас держится покрытие лучше, а на влажных ногтях меньше. А ведь что такое паш-шкала непосредственно гидролипидной мантии, либо же липидного слоя на нашей ногтевой пластили? Кислая среда, это значит, что наша ногтевая пластина, липидный слой на ней является сухим, а щелочная среда у нас является влажной, либо же жирной кожей, да, то есть соответственно кислотность в составе базы, либо же, да, кислотная среда создает нам повышенную адгезию, да, и тем самым высушивает ногтевую пластину. Что провоцирует высушивание ногтевой пластины? Естественно, мы не можем наносить кислую базу абсолютно поголовно на все ногти. Это относится и к маникюру. И также высушивание ногтевой пластины приводит к большей скрутке. Поэтому мы не можем увеличивать такую нагрузку с помощью большого объема, ведь в принципе любая база в основном, да, та, которая является пластичной, которую мы с вами наносим на педикюр, все-таки в составе по pH-балансу не часто имеет нейтральный pH-баланс. Она все-таки больше идет кислой. И мы все с вами понимаем то, что ожоги это, что у нас, естественно кислотность базы, естественно неправильная эксплуатация, да, то есть когда на руках, например, клиент вовремя не убрал руку из лампы. И естественно толщина. И вот толщина это очень важный момент, да. Мало того, что толщина у нас будет скручивать ногтевую пластину, высушивать, так еще и есть риски ожогов. Да, конечно же в педикюре это встречается реже, но тем не менее это несет опасность. Вот такая вот кислотность, которая, естественно, будет нас немножечко отдалять от того блика, который мы с вами выполняем непосредственно базой на ногтевой пластине. Далее, объем, да, это опять же увеличение скручиваемости, особенно на тех ногтях, которые уже имеют арочную скрутку по поперечной арке. Об арках мы далее с вами также поговорим. Далее, естественно, это увеличение давления, то есть объем, да, если у нас ногтевая пластин сама по своей натуре, по своей природе выпуклая, и если на нее мы накладываем больше объем, то обувь, естественно, давит еще сильнее. Ну, я думаю, то, что здесь физические моменты всем понятны. Клиент самостоятельно не может убрать длину без применения какой-то силы, да, потому что на самом деле зачастую как раз-таки, так скажем, чем толще покрытие у нас, тем оно дольше выглядит презентабельно, да. И, соответственно, клиент дольше ходит с отросшей длиной, и, соответственно, у него больше риски к появлению анихолизы, гематомы, и он не систематически вовремя приходит на процедуру педикюра. Мы, как правило, мастера даем правильную инструкцию, то, что длину необходимо убирать не позднее, чем через 2 недели после того, как был сделан педикюр. По, так скажем, какой уровень? Мы объясняем клиенту то, что мы ставим большой пальчик к свободному краю на каждый ноготочек, и если вдруг мы подушечкой большого пальца, да, клиент подушечкой своего большого пальца, чувствует, что упирается торец, это значит, что всю длину необходимо убирать. Они должны идти вровень, либо же у нас подушечка должна чувствовать дистальный валик. Вот, и, соответственно, большинство клиентов, имея толстое покрытие у себя на ногах, естественно, уберут его не вовремя, тем сильнее спровоцируют банальные анихолизы, естественно, гематомы. А гематомы – это, по сути, и есть тот самый анихолизис. Физические особенности. Да, естественно, это нагрузка на ноготь в разы больше, чем на руках, особенно в силу рода деятельности. Ну, например, кто-то занимается спортом, да, поэтому тут необходимо это учитывать. Ну, например, тот же самый момент я привожу, например, работы с униформой, стюардесса, да, зачастую, особенно когда выдается обувь, она не по размеру, она не подразумевает возможность ставить элементарно ортопедическую стельку. Она больше на какую-то строгость, на какой-то дресс-код, нежели чем на здоровье стопы. Далее, различные деформации. Конечно же, мы с вами должны понимать базовые уровни деформации. Это такие моменты, как холюсовальгусная деформация, варусная деформация, поперечная продольная плоскостопие и, соответственно, деформации по пальцам. То есть, молоткообразные пальцы, все то, что из них вытекает. Естественно, зачастую у нас может быть повышено давление на ногтевые пластины вследствие данных деформаций. Поэтому, конечно же, таким клиентам, которые имеют какие-то деформации, мы не можем выполнять технику выравнивания. Далее, естественно, неподходящая обувь. И неподходящая обувь не только по длине, то есть по размеру, не только по ширине, но и по высоте подъема и непосредственно самого носка. И, конечно же, носочно-челочное изделие. Тут мы тоже учитываем этот момент. И, конечно же, мы не можем убрать в сторону лишний вес. Это всегда увлечение нагрузки. Вот, поэтому это несет вот такие вот особенности. И давайте далее поговорим с вами об архитектуре, потому что это неотъемлемая часть возможности построить блик на той архитектуре, которая нам это позволяет. Итак, архитектура у нас бывает в ногтевой индустрии двух типов. Подразделяется на архитектуру природную, то есть самого ногтевого ложа, ногтевой пластины. И непосредственно покрытие, то есть то, что мы с вами строим. Из чего состоит любая архитектура? Она состоит из трех моментов. Это продольная арка, поперечная арка и боковые параллели. Продольная арка это то, что, естественно, мы смотрим сбоку на ногтевую пластину. И здесь, опять же, не важно, маникюр это или же педикюр. У нас есть трамплинообразная арка, то есть взлетная арка. Здесь прошу, пожалуйста, не путать. Такой момент, когда у нас есть клиенты, ножки, пальчики на ножках, которые, например, указательные, вздернуты сами вверх, а остальные, наоборот, поджимаются в обуви. То есть молоткообразные. И тут зачастую не нога трамплины, а сам большой пальчик. То есть тоже своего рода деформация. Поэтому, конечно же, тут немножечко подразделяйте. Деформированный ноготь может быть абсолютно на любой арке. Как на трамплинах, как на плоских, так и на клюющих. Плоская арка и, соответственно, клюющая. Либо же стремящаяся к клюющей. Поперечная арка у нас бывает повышенной скрученности, так скажем, средняя статистическая нормальная и плоская, либо же П-образная. Обратите внимание, стеночки практически вертикальные. И, соответственно, третья составляющая любой арки – это боковые параллели. Мы их с вами достраиваем в маникюре при выравнивании. Поэтому, думаю, что вы это сможете перенести непосредственно также на педикюр. Такое понятие. Какие блики мы получаем на ногтях, исходя из природной арочности ногтевой пластины? Вот мы сейчас видим с вами расположение блика по центру ногтевой пластины и по боковым стенкам. Когда мы с вами имеем непосредственно арочную ногтевую пластину по продольной арке и по поперечной арке, и, конечно, в идеале, если у нас еще и боковые параллели ровные, но здесь допускается неровность боковых параллелей. В основном, честно скажу, что неровность боковых параллелей у нас появляется либо вследствие деформации, когда ноготь, например, уклоняется в одну сторону, либо же вследствие арочного пропила. Это, кстати, как раз-таки та тема, которую я разбирать буду на мастер-классе. Как избавиться от пропилов и от склеек. Вот. И зачастую у нас вот такой вот ткантик идет по ногтевой пластине, который, естественно, делает углубление в боковых параллелях и непосредственно на расстоянии от синуса до синуса. Поэтому на арочных ногтях по поперечной продольной арке в центре мы можем получить блик вообще без какого-либо добавления материала, когда мы тонко кладем базу, тонко кладем цвет и тонко кладем топ. Но на конечном этапе мы можем немножечко воспользоваться тонкой кистью. Об этом я далее более подробно расскажу. И для того, чтобы просто разровнять равномерность покрытия топа, но в тонком состоянии. Да, то есть арочный такой ноготочек мы с вами в центре в 99% случаев можем получить идеальный блик. По стенкам, если у нас боковые параллели являются ровными. Если они будут неровные, я далее расскажу, что мы с вами делаем. И естественно тут мы должны понимать, что в идеале, конечно же, когда мы с вами выставляем какую-то работу, когда мы составляем с вами портфолио, каждый мастер-эстетист, который, так скажем, пахнет перфекционизмом, он в основном составляет себе портфолио именно из таких ногтевых пластин. Это касается не только педикюра, но и маникюра. Но давайте окунемся немножечко в реальность. Далеко не каждый клиент приходит с арочными ногтевыми пластинами и при том, при всем не имеет какой-то, например, повышенной скрутки. Поэтому давайте разберем другие моменты. Если у нас с вами ногтевая пластина по продольной арке плоская и по поперечной арке тоже, то, соответственно, мы с вами можем получить немного такой блик больше прямоугольной формы. Обратите внимание на разницу. То есть здесь, так скажем, четкое отражение абажура, а здесь как будто бы его немножечко сплюснули. Да, естественно, мы не получим продольную арку очень выгнутую, да, иначе это будет значить о том, что мы переборщили с материалом, да, переборщили с топом на выравнивание. Вот. И зачастую, пожалуйста, не старайтесь на таких ногтях сделать идеальные стенки. То есть вот отсюда мы можем работать только с центровой частью. Если на предыдущем варианте мы можем получить абсолютно идеальный блик по всем, так скажем, зонам, это центровая и боковые, то здесь в боковых зонах у вас не получится идеального блика без перегрузки материала. То есть боковые стенки будут перегружены. Поэтому здесь мы можем стремиться только лишь к центровому блику. Если мы с вами говорим про продольную арку, трапециевидную, да, то есть не путайте, пожалуйста, с вогнутой, да, именно трапециевидная арка. Вот. И боковые параллели у нас непосредственно имеют не вертикальный наклон, а непосредственно уже трапециевидный, да, то есть вогнутый ноготочек немножечко и трапеция. Тут мы зачастую получим блик в форме восьмерочки, да, то есть то, что мы сейчас видим по боковым параллелям, по непосредственно центру. И, конечно же, здесь мы зачастую практически как раз-таки в 90% случаев не можем получить идеальный блик. Если, опять же, мы постараемся и сделаем это, это будет перегруз материала. Поэтому мы сейчас с вами подведем итоги и забегая немножечко вперед, я говорю о том, что на таких ногтевых пластинах, в педикюре, мы делаем фотографии без четкого поставления блика. Блика. Максимум, что мы можем поставить блик, это практически на торец ногтевой пластины, если у нас с руками есть круглая лампа, лампа с круглым абажуром. Либо же вы стоксируете полностью без блика, да, там в состоянии тени, немножечко затемненная фотография, либо же в фото-боксе, либо же под общим освещением. Вот, поэтому вот что мы имеем, да, то есть от меньшего к большему, да, то есть в зависимости от архитектуры, природной архитектуры ногтевой пластины, мы с вами можем отталкиваться, какой непосредственно блик мы с вами получим. Потому что, если, например, мы окунемся с вами непосредственно в маникюр, то, по сути, из любой из такого вида ногтевых плотин мы с вами можем сделать выравнивание. В педикюре нет, в педикюре это табу. Итог. Кому категорически нельзя выполнять блики? Тем, у кого уже есть ток, чему может привести толстое покрытие. А именно, да, то есть это могут быть гематомы, а не хомодезис, это, по сути, тот же самый анихолизис, только отхождение чаще всего идет не со свободного края, как этого анихолизиса, а не хомодезис идет отхождение ногтевой пластины со стороны кутикул, со стороны корневой системы. Это то, что вы видите сейчас по диагонали на этой фотографии. Естественно, это то, что вы получаете, если вы переборщили. Здесь, более того, вообще укрепление есть. Здесь мы что видим? Гематомы на боковых параллелях. Мы видим, да, то, что покрытие большое, да, большое по своему количеству. Далее мы получаем также избыток, так скажем, переизбыток под ногтевых мозолей. Естественно, ситуация увеличивается. Опять же, это последствия повышенной скручности ногтевой пластины. Ну и, конечно же, то, о чем мы с вами уже говорили, это самая нижняя фотография подо мной сейчас. Это переход с длиной у клиента непосредственно, потому что, ну, он не чувствует, потому что даже элементарно, если клиент с довольно-таки тонким покрытием ходит и не убирает длину, у него в обуви ногтевая пластина элементарно может сломаться, покрытие может отойти, да, а в очень жестком состоянии, когда у нас ногтевая пластина с таким количеством покрытия, она что? Она будет оставаться прекрасно четко на месте, и, соответственно, клиент вообще не будет чувствовать какого-то сильного дискомфорта до тех пор, пока вот не будет такой длины. Далее, давайте я внесу ясность, почему мы будем делать выравнивание непосредственно топом. Скажу вам по секрету, непосредственно в маникюре я делаю то же самое. Я думаю, то, что многие из вас занимаются маникюром, и я расскажу, почему у меня такой подход. Не только в педикюре, но и в маникюре. Думаю, то, что у многих из вас откликнется. Так как у меня техническое, да, то есть архитектурное образование, я немножечко понимаю какие-то физические особенности, я понимаю строение и сопротивление материалов, и элементарное покрытие я всегда рассматриваю с архитектурной точки зрения. Это как постройка вантового моста, я сейчас расскажу, что это такое, и как постройка дома. Начнем с более, так скажем, примитивного и простого для восприятия. Это постройка дома. У нас, по сути, есть три ключевых момента. Это фундамент, это непосредственно внутренность и это фасад. Самое надежное, но, так скажем, самое некрасивое, непрезентабельное, это всегда фасад, простите, это всегда фундамент. И, да, там фундамент может быть на сваях, да, и разные другие варианты. То есть это не про красоту, это, по сути, то, что мы так же, как и в строительстве дома, не видим, так же, как и в покрытии ногтевой пластины. Но у него есть очень важная функция, это каркас, это то, на чем будет стоять дом, то, на чем будет стоять наше следующее покрытие. Поэтому я никогда не призываю мастеров делать идеальные блики на базе. Будет здорово, если у вас получится неплохой блик в центре, то есть по продольной арке ногтевой пластины. Вот здесь мы уже рассмотрим вантовый мод. Представьте, два берега реки, река посередине. И вы можете вспомнить, есть такие мосты, например, в Сочи по дороге к Красной Поляне есть такие мосты, когда с одной стороны стоит столб, он чаще всего идет под наклоном в сторону берега, а от него идут сильные тросы. То есть не два столба, а один столб. И вот с помощью этих тросов с натяжения происходит поддержка непосредственно самого моста, который ближе, того участка, который ближе к другому берегу. То есть происходит натяжение. Это физические моменты, так скажем, простым языком. Вот именно то же самое выполняет наш апекс. То есть наивысшая точка в покрытии. Не стремитесь за идеальными бликами на базовом покрытии, а непосредственно в боковых параллелях, да? То есть в боковых стеночках, на бочках. Только лишь по центру и по поперечной арке. Вот, поэтому мы будем выравнивать топом, да? Потому что в этом, в принципе, нет надобности. Вы элементарно выровняете базы, сделаете идеальное покрытие. После того вы нанесете цвет и вспомните, куда делся ваш блик, он просто-напросто пропал. Зачастую мастера огромное количество времени просто тратят во время работы непосредственно на этот этап. Вот, поэтому я призываю этим не заниматься. Вот, вы просто так расходуете свои силы. Поэтому то же самое и в педикюре. Но в педикюре есть еще дополнительные моменты, да? Потому что мы непосредственно имеем что? Контакт с ногтевой пластиной и толщина базы, как мы говорили, да? Это излишний объем. Всегда база это более плотный материал, более адгезивный материал, нежели чем топ. То есть мы сначала делаем некую прослойку в виде базы и цвета от ногтевой пластины и уже потом будем работать непосредственно над бликом. А блик, как мы помним с вами, это фасад. Фасад это красота, фасад это то, что мы фотографируем, фасад это то, что видят в первую очередь, так скажем, проходящий мимо сосед, да? Вот, поэтому этот момент обязательно учитываем. Вот, мы сейчас еще вернемся к этому слайду. Я хочу закрыть тему по поводу того, кому категорически нельзя. Это анатомические особенности, да? То есть деформации, мы говорили уже о них, там есть 4-5 основных, от них дальше уже пляшут остальные. Болезни ногтей, да? То есть любое проявление какой-то ногтевой пластины вообще в принципе дает отрицание покрытия гель-лаковой системы. И крайний момент это лак. И то, как бы там 50-50 нужно смотреть от ситуации. Слишком вогнутая ногтевая пластина. То есть это тот момент, когда ногтевая пластина лыжкообразная, да? То есть вам придется вложить очень много материала и вообще в принципе зачастую можно посмотреть, потому что зачастую непосредственно эта ногтевая пластина все-таки уже имеет какое-то заболевание. Взлетному пальцу, да? То есть тот момент, когда пальчик всегда как обувь, обувь не посоветовали клиенту обуть, у него всегда давление будет на свободный край, да? То есть обувь всегда будет давить. И естественно, если вы добавите к этому еще какой-либо объем материала, да, то естественно мы с вами получим отрицательную динамику. Ну и сильные физические нагрузки на ноги, в том числе, естественно, вес. Вот такие вот итоги мы с вами подводим, кому нельзя. Техника, в которой мы с вами будем работать, да? То есть это латание ям, да? То есть по-другому я это назвать не могу. Я стараюсь донести вам информацию максимально простым языком. Далее мы поговорим с вами более подробно о том, что же такое яма. Техника состоит из четырех простых пунктов. Мы сначала тонко покрываем базой, цветом, либо же однофазным покрытием. Что как раз таки может сэкономить нам не только количество материала, но и время, деньги. И соответственно уменьшить толщину ногтевой пластины. Из однофазников мне лично очень нравится марка Blue. Они мне приглянулись. Далее, тонкой кистью мы добавляем топ локально, в те моменты, где у нас есть углубление. После этого, естественно, сушим. То есть это не финишное покрытие топом, когда мы кладем топ на всю ногтевую пластину. Мы сначала латаем ямы, полимеризуем их, и они схватываются. Только после этого мы уже делаем финишное покрытие. Перед тем, как отправлять непосредственно уже покрытие финишное топом на всей ногтевой пластины, нам необходимо взять тоненькую кисточку. Да, то есть это может быть абсолютно любая тонкая кисть. Это может быть кисть, например, Люблев Клонок 00. Да, то есть я, например, чаще всего пользуюсь такой. Кисть это может быть кисточка от Рублев Юлия Билея, они называются либо страйпер, либо вензель. Они отличаются именно по длине ворса. Мне это, например, не принципиально, то это вы выбираете уже на свое усмотрение. По тонкому слою уже вы проходите змейкой. То есть в тот момент, когда вы перекатываете как будто бы каплю. Очень важный момент перед тем, как отправить на полимеризацию, постучать по ноготочку. Что происходит во время того, когда вы стучите. Мы не переворачиваем никуда ногтевую пластину. У нас, во-первых, нечего переворачивать. У нас нет большого количества материала. Мы покрываем тоненько. Но перед этим мы создали максимально ровную поверхность. То есть, когда мы с вами латаем яму с помощью тоненькой кисточки, мы как раз-таки создаем тот самый исходник, максимально приближенный к ровной, так скажем, хорошей арочной ногтевой пластине. И уже это покрываем непосредственно топом. Вот. Поэтому мы стучим. Когда мы стучим, мы создаем эффект дребезжания. Жидкие материалы с помощью дребезжания по той поверхности, на которой они находятся, опять включаем такие физические базовые элементы, равномернее распределяются. Учитывая то, что мы кладем туда не водичку, все-таки материалы я буду использовать определенные. Я далее об этом поговорю, какими топами пользуюсь я и почему. Поэтому мы немножечко помогаем распределить кисточкой и дребезжанием. Постучали, подождали, пока немножечко подразровняется покрытие. Убедились, покрутили пальчик, посмотрели отражение лампы в нем. Убедились, что у нас, что самое главное, блик в центровой части ногтевой пластины. Если у нас с вами нормальная ногтевая пластина, то есть арочная, по продольной, по перечной складке, простите, арке. И, соответственно, либо она не является плоской. И уже только после этого отправили на полимеризацию. Будут одни уточняющие моменты, о которых я далее вам расскажу. Итак, что же такое ямы? Представьте себе 3D-визуализацию, на которую не наложены текстуры. То есть это приблизительно то, что вы видите сейчас вокруг на этом слайде. Это вот такие линии. Смотря на эти линии, поймите, что та часть линии, которая является в объеме выпуклой, она что? Имеет больший шаг между этими линиями. То место, где вот здесь происходит, например, углубление, расстояние между линиями меньше. Плюс есть изогнутость по краям. То есть, соответственно, здесь вокруг меня вот сейчас образовался такой некий объем, да, как будто бы это ленточка сложенная. То же самое, да, то есть ленточка имеет плоскость, да, какую-то поверхность. То же самое на нашей ногтевой пластине. Если мы представим с вами, так скажем, 3D-модель, посмотрите, пожалуйста, вниз, специально с чертежом, неким вам, да, дала, и без. Есть углубление на курсах по рисованию. Я сейчас вам дам такую информацию. Нас всегда учили, что на предмете представим либо шар, либо квадрат, либо цилиндр. Та часть предмета, которая ближе всего к нам, она будет светлее. Та часть, которая дальше от нас, она будет темнее. Обратите внимание на самый нижний кусочек фотографии. Видите такой некий блик, более горизонтальный вдоль кутикулы. Это значит, что у нас эта поверхность преломляется к свету ближе, и, соответственно, после нее идет какой? Более темный участок, а потом опять более светлый, уже средняя, так скажем, освещенность этого участка ногтевой пластины. Вот тот момент, где у нас темнее всего, это и есть участок ямы. Кстати, на этой фотографии мы с вами непосредственно можем наблюдать, что лаковое покрытие до того этапа, когда нанесен топ. И тут такой момент, что здесь есть арочный пропил. Обратите внимание, от синуса до синуса идет продольная арочка, которая как раз-таки зачастую нам не дает построить непосредственно красивый блик. Поэтому мы что, прежде чем покрывать топом, даже, девочки, на лаковой системе, если вы покрываете лаком, вы можете отдельно залатать яму, подожать, пока она высохнет, либо же, если это топ гель-лаковой системе, заполимеризовать, и уже после этого на более выровненную ногтевую пластину, после латания ям, покрыть топом. То есть, по сути, вы добавляете локально излишки материала в те места, где вы, по сути, навредить не можете. И вы это делаете не непосредственным контактом с ногтевой пластиной, то есть, не базовым покрытием. Более того, непосредственно уже на цвете мы лучше с вами будем видеть эти ямы. Непосредственно на самой ногтевой пластине, либо же на базовом прозрачном покрытии мы с вами увидим это хуже. На цвете это видно значительно в разы лучше. Далее, какими топами мы с вами будем пользоваться? Это топы однозначно без липкого слоя. Тут это не очень категоричный пункт, это именно мое понимание, потому что, ну честно, сейчас на рынке выпустили те топы, которые являются более динамичными в работе. Мне не нужно танцевать с бубнами вокруг топа, для того, чтобы на нем был глянец. Мне не нужно дополнительно обезжирить и так далее. Единственное, что топы без липкого слоя, пожалуйста, девочки, учитывайте то, что если вы покрыли их, хотите убрать какие-то пылинки, ни в коем случае не убирайте агрессивными жидкостями. Это могут быть, например, тоники элементарно, девочки, для кожи, которыми мы пользуетесь. Если вы не можете себе позволить дегидратирующий тоник, а Space Fingers, либо же вы себе не можете, ну элементарно, не можете его купить, да, то есть просто нет его. Либо же вы не можете найти аналог, аналог это, например, от марки Vogue, да, но, к сожалению, он больше пенит, составляет липкости, да, тут тоже есть свои нюансы. То вы можете брать обычный беспиртовой тоник для лица. Предварительно попробуйте, потестите его, он может быть недорогой. И, соответственно, уже получите красивое состояние кожи без потери глянца. Еще один момент, знаю, что вчера был прямой эфир от Smart Pilky, вот, и непосредственно у марки Smart есть такое понятие, есть такой продукт, который называется молекулярное масло. Его тоже очень круто использовать как аналог перед фотографией, да, только единственное, что необходимо будет убрать сухой салфеткой остатки молекулярного масла, хотя оно и так самостоятельно прекрасно впитывается, убирается, вот, так скажем, испаряется, исчезает, вот, оставляя после себя красивый след, в общем, вот такие вот моменты аналогов, да, для того, чтобы не потерять мутность, да. Опять же, если вы покрываете топом, например, матовым, то учитывайте то, что тут мы особо за бликом не гонимся и можем лишь латать яму в том случае перед нанесением матового топа, когда оно уж совсем деформировано ногтевой пластиной и это не будет нести каких-то последствий, вот, и просто для того, чтобы вот ровная составляющая была элементарно, чтобы не было вот этого козырькового пропила, да, вот этого углубления. Вот. Второй, тот момент, который очень-очень сильно влажен и, пожалуй, из трех этих пунктов является самым важным, это эластичность. Когда на рынок пришли топы без липкого слоя, это было очень давно, они были предназначены только лишь для жесткого материала, то есть, вспомните, пожалуйста, еще те времена, когда все поголовно стали переходить на топы без липкого слоя и на френче, на однотонном покрытии, особенно на светлом мы замечали постоянно трещины. Нам это говорило, сигнализировало о том, что в топе недостаточно эластичных компонентов, которые не дают ему эластичность и, естественно, если у материала нет эластичности, это значит, что он жесткий, хрупкий, да, соответственно, такие моменты мы не можем, такие материалы мы не можем использовать для этой техники выравнивания в педикюре, поэтому, естественно, эластичные. Из тех топов, которые у меня есть, я составила топ, да, то есть, топ топов, это 4 продукта и в градации от лучшего, так скажем, к худшему, но, естественно, лучшего и по сравнению с другими, я подобрала для себя и готова поделиться с вами. Первое, это топ имень именно раббер, он средней густоты, да, то есть, очень важно, чтобы все-таки материал был чуть более густой, для того, чтобы он не затек тот момент, пока вы там делаете постукивание, да, по ногтевой пластине, естественно, если это будет очень жидкий материал, то он максимально быстро растечется, да, и вы получите затек, и вы скажете о том-то, что Настя, что за техника, что за ужас, я только, только трачу на это время, буду покрывать, как я покрывала раньше, либо плюшкой, либо очень тонкой, в итоге останусь без блика, вот, без хорошей фотографии в портфолио. Конечно же, материал должен быть немножечко густоват, да, но при том-при всем эластичен, и вот как раз-таки имень раббер очень круто к этому подходит. Каким образом это можно проверить? Вот, я дам для примера, у меня вот здесь есть материал, я уже конкретно точно не помню, что это, да, какая-то база из моих тестов, точнее, какой-то топ, но, тем не менее, вы наносите материал и проверяете, насколько вот он эластичный, и, соответственно, вы можете судить, подходит он для педикюра или нет, то есть, соответственно, вы можете проверить, по сути, те топы, которые есть, либо же идти по этому списку и прям консультантам дайте мне, пожалуйста, какой-то из этих. Так вот, очень эластичный топ имень раббер и с эффектом памяти, что тоже очень важно, то есть, когда, по сути, в принципе, очень эластичный материал, у него априори уже есть эффект памяти, это значит то, что где-то клиент ударился, где-то обувь сильнее намяла, не знаю, потанцевать сходила, еще что-то, это значит то, что, да, ноготочек согнется, но он потом вернется на место и, как минимум, не будет какой-то трещины под корень, либо же прям в мясо. Второй мой фаворит – это Багира Нейлс четверка, именно четверочка, он средней густоты, да, также, то есть, очень прям густые материалы не нужно использовать. Он очень эластичный, это небольшая печатка, и, естественно, также с эффектом памяти, потому что он очень эластичный. Следующий топ – это Лавли, он густой, эластичный, со средним эффектом памяти, да, то есть, он такой более упругий. И Оник, либо же Оникю, по-разному называют эту марку, Фопедикюр, также называется прям топ Фопедикюр. Он ближе к жидкому состоянию, то есть, его бы я с удовольствием применяла именно на той ногтевой пластине, которая и так уже по природному своему составляющему является, так скажем, близка к идеальной архитектуре, да, то есть, когда мне вообще не нужен никакого объема, мне не нужно делать какие-то там, грубо говоря, танцы с бубнами для того, чтобы получить блик. Не забывайте то, что топы – это такие же, как и любые составляющие для лаковой системы, материалы, которые реагируют на температуру в помещении. Поэтому я вот сейчас вам прописала то, что имень, например, Рабер – это ближе к густому состоянию топ, да, то есть, в средней густоты. Но если в вашем помещении будет очень-очень сильно жарко, то этот топ, естественно, превратится практически в водичку и будет выдавать вам невыравнивающиеся лужицы, то есть, стоять на месте будет очень-очень короткое количество времени. Поэтому этот момент учитывайте, да, то есть, естественно, чем будет более прохладно в вашем помещении, да, либо комфортная, нормальная температура, тем, соответственно, материал будет выдавать именно ту консистенцию, которую производитель вам и заявляет. Вот, ну и, собственно, то, которым я вам с вами поделилась именно состоянием. Вот, выравнивание топом делается для минимализации количества базы, контакта с ногтем, да, то есть, и на цвете лучше видно те самые ямы, о которых я говорила. И не важно, это цвет, да, помните, мы тут рассматриваем цвет с блестками. Зачастую мастера считают, что если мы наносим цвет блестками, то блик вообще-вообще не важен, его не видно и так далее и тому подобное. Поверьте, те мастера, у кого наметал взгляд, у кого уже, так скажем, глазомер, насмотренность, натренированные, даже на блестках прекрасно видят, где есть какие-то ямы, углубления и так далее. Вот, поэтому этот момент учитываем. Сейчас, девочки, я буду включать ваши комментарии. Для того, чтобы ответить на те вопросы, которые у вас, возможно, остались после этого эфира. И, например, я специально не ответила на один из вопросов. Пока вы будете думать о том, какие у вас формируются в голове вопросы, я вам отвечу на тот вопрос, который у меня указан в примере. Такое выравнивание выполняется на всех ногтях в педикюре или же все-таки только на больших? Потому что я, несмотря на то, что я мастер-перфекционист, я считаю, что выравнивание, так скажем, топом в этой технике должно выполняться только на больших ноготочках. И только лишь на маленьких в том случае, когда у нас есть какие-то сильные явные неровности, и клиенту, и вам хотелось бы это исправить, и вы хотите эту работу выставить в портфолио. Каким методом я работаю с покрытием топом? Я сначала работаю всегда в такой технике отдельно с большими пальцами, поэтому это не добавляет какого-то большого количества времени в тот момент, когда я работаю в педикюре. И далее я покрываю по два ноготочка, именно маленьких, да, то есть у меня есть четыре захода. Два по два. Пока я крашу один, да, и перешла ко второму, первый уже потихонечку что? Немножечко, по сути, происходит растекание, то есть у нас растекание происходит либо же за счет времени, которое мы даем материалу растечься, либо же за счет вот этого стука, про который я говорила, да. То есть поэтому, по сути, пока вы красите второй маленький ноготочек, первый уже, по сути, так скажем, разровнялся, растекся. Поэтому какое-то отдельное действие с маленькими ноготочками я вам не рекомендую делать, вы просто потратите время, и это никто не оценит. Вот, поэтому, да, конечно же, вот эти вот небольшие добавления действий мы применяем только лишь на больших пальцах, потому что я уверенно считаю, что даже в эстетике 70% красоты и процентов работы, это все-таки большие ногти. Так, а пока что, так, спасибо вам, пожалуйста, такой голос спокойный, чуть не уснула. Немножечко взбодритесь, я вроде говорила энергично. Так, 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 спикер, уль, вот, спасибо большое. Тоник можно протирать ногтевую пластину перед покрытием. Дегидратирующим тоником от марки Space Fingers, да, можно протирать, но я бы не рекомендовала использовать его в качестве обезжиривателя на влажных ногтевых пластинах, потому что все-таки он, так скажем, нейтрализует ваш баланс, да, но не больше все-таки в щелочную среду, то есть больше увлажняет. Посмотрите, попшиков его на коже, что он делает с кожей, и, конечно же, все-таки это будет дороговато, а обычным тоником нет, он не является. Я для обезжиривателя, для обезжиривания ногтевой пластины использую либо же специальные жидкости для обезжиривания, например, это может быть марка Эми, марка Бьютикс, чуть более дорогостоящий вариант, либо же это может быть просто спирт. Поэтому вот такой ответ. Спасибо за эфир, очень познавательно, пожалуйста, отличный эфир, мицеллярную воду можно использовать вместо тоника. Да, это альтернатива, можно привести кожу в порядок, но без излишков блеска пройтись по коже мицеллярной водой. Смотрите, нейтрально, насколько я знаю, то, что из бюджетных по составу именно гарнировская розовая и зеленая водичка мицеллярная очень хороши и являются, так скажем, не то, что гипоаллергенами, но то есть навряд ли у кого-то вызовут аллергию. И насколько я помню, это именно та мицеллярная вода, которую смывать не обязательно, потому что есть очень много моментов и споров на тему того, что смывается ли мицеллярная вода или не смывается. Если тоник 100% не смывается, то мицеллярная вода смывается только в том случае, если производитель указывает это как один из пунктов в применении. Насколько я помню, гарнир не нужно смывать. Спасибо за эфир, очень классный эфир, пожалуйста, спасибо, очень интересный эфир. Можно конспект по поводу конспектов и заданий, я сейчас вам продублирую. У меня влажные салфетки с мицелляркой, да, как один из вариантов. Дезе, можно конспект. Дезе тут у нас девочки не выполняются, я еще разочек продублирую те задания, которые я бы от вас хотела получить. Первое, это отметить меня в своих сторис со скринами данного прямого эфира или же в постах. И я рандомно выберу победителя, кто отметит меня, и я дам доступ к своему мастер-классу в конце марта, именно 25-го числа. Второе, расскажите о том, как мой эфир был полезен для тебя в сторис, отметь меня. И, соответственно, я обрешу непосредственно конспект, не конспект, а презентацию данного прямого эфира вам. Вот, и, соответственно, отмечайте меня просто на результатах. Я понимаю, что третий пункт вы сразу же выполнить не сможете. Вам, как минимум, нужно дождаться первого клиента после промого эфира или же модели. Но я буду очень благодарна, если вы поделитесь своими очень хорошими результатами, либо даже не очень. Если этот результат будет не очень, я, честно, как строгий учитель, в меру, там, где надо, методом кнутая пряника, расскажу, что вам нужно подправить, где поднажать, да, где убрать и так далее и тому подобное. Безопасно ли вы в итоге выполнили это выравнивание, небезопасно. Вот, поэтому отмечайте, я вам дам, так скажем, обратную связь. Так, 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 у ты, я прям целярку не знала такого, эфир интересный, сколько, ну, сделала общий план для скрина. Так, сейчас, да, уберу комментарий ненадолго. Пожалуйста, делайте, девочки, скрин заданий для того, чтобы вы не потерялись, для того, чтобы у вас не четко зафиксировались. Ну, опять же, девочки, как я говорила, расскажите у себя о том, как был мой эфир для вас полезен, отметьте меня и, включая этот слайд, я пришлю вам непосредственно презентацию к этому эфиру, поэтому вы, в принципе, сейчас можете не делать скрина, можете просто меня отметить, и я вам дам в ответ на отметку презентацию к этому эфиру. Итак, я снова включаю комментарии, девочки, если у вас есть еще какие-то вопросы, давайте еще буквально пару минуточек, для того, чтобы мы с вами не выходили на рамки прямого эфира по времени. У нас осталось буквально 6-5 минут, и мне придется вас покинуть. Итак, смотрите, я вижу то, что сейчас пока что мне не приходит никаких вопросов, надеюсь, что я просто ответила на все те, которые у вас смогли появиться в голове, понимаю то, что эфир еще немножечко затормаживается в том плане, что пока вы пишете, нужно время. Вот. Так, чем обработать ногтевую плотину перед базой? Я проговаривала этот момент, повторяюсь, это любой обезжириватель, например, у меня это марка Эми, либо же Бьютикс, либо же это спирт. В редких случаях, если у вас нормальная либо сухая ногтевая плотина, опять же, это будет очень дорого, вы можете использовать дегидратирующий тоник от марки Space Fingers. Вот. Но, честно, я бы не стала делать, платить 2000 рублей за 250 миллилитров, потом протирать их ногтевую пластину, ну, как-то так. Вот. Не каждый себе может позволить. Вот. Спасибо, все понятно. Отлично. Тогда на этой ноте я буду с вами прощаться. Вам спасибо за внимание, надеюсь, до скорой встречи. Желаю удачи тем, кто будет участвовать, так скажем, в розыгрыше мастер-класса. И с помощью этого я смогу вам быть далее полезнее. Вот. И вижу еще один крайний вопрос. Праймер используется... Нет, на самом деле в педикюре я праймер не использую. Я абсолютно не вижу в этом смысла. Вот. Спасибо большое. Девочки пишут, что я супер. Ну, я старалась. Честно, не буду греха таить, да, не буду лукавить. Я старалась. Мне тоже кажется, что эфир получился огненный. Естественно, он останется в записи. Вот. Ну, а всем желаю отличного продолжения дня. С наступающим вас праздником 8 марта. С, наконец-то, началом весны. И всем удачи в работе. И пока-пока.